Здравствуйте дорогие друзья, с вами Ренат Мухамедзианов и в этом видеоуроке мы продолжим создавать наш сайт по заданию. И для начала хотелось бы обратить внимание на следующую вещь. В тексте, как вы можете видеть, встречается очень интересное форматирование, а именно то, что некоторые фрагменты текста выделены розовым цветом прямо посередине текста, а некоторые фрагменты подчеркнуты. Так вот, как это делается? Выделение цветом можно задать с помощью только CSS, потому что не существует какого-то определенного тега, который бы менял цвет на розовый, как вы понимаете. Но подчеркание можно задать с помощью одного специального тега, сейчас я вам его покажу. Давайте, например, на странице морозов.html, ну вот этот фрагмент сделаем подчеркнутым. И пишем тег u. Закрываем его. То есть, вот так он пишет стег. Сохраняем и проверяем. Как видите, у нашего текста появилось подчеркивание. Способ, конечно, хороший, но тоже имеет свой недостаток. И его недостаток в частичной кросс-браузерности. Что такое кросс-браузерность? Это свойства сайта, гарантирующие то, что во всех популярных браузерах ваш сайт будет выглядеть идентично. Это было связано с войной браузеров, которая развязалась в 90-х годах. И Netscape Navigator и Internet Explorer начали внедрять свои фишки, которые сказались на некоторых различиях. И сейчас очень огромный выбор сайтов, созданных именно на этих движках. И каждые компании, опять же, внедряли свои особенности, свои фишки. Из-за этого в некоторых браузерах может отображаться некорректно. Но большинство современных браузеров поддерживают подчеркивание. Но лучше, конечно, его задавать так же, как и цвет отдельно, например. Как это делается для отдельных частей, я вам покажу. Так, с этим разобрались. Давайте двигаться дальше. Что нам нужно сделать? Нам нужно уже начать знакомиться с CSS. Потому что нам сейчас нужно выровнять наш сайт по центру, сделать обтекание картинки, добавить цветные заголовки. Ну и еще множество-множество всего. Но обо всем на всему свое время. Итак, как можно прописать CSS на ваш сайт? Существует несколько основных способов. Первый – это внутри самой страницы. То есть, между тегами head мы прописываем тег style. Можно даже без атрибутов пока писать. Это не столь принципиально. Прописываем style. И внутри него мы уже можем прописывать наши свойства для различных тегов, идентификаторов и классов. Сейчас про классы я скажу чуть позже, что это такое. А сейчас покажу и другие способы. Второй способ – это прописывание стиля напрямую в тег. То есть, я могу, например, к этому абзацу прописать style, поставить равно, двойные кавычки, и внутри него прямо прописывать стили. И третий способ – это подключение внешней таблицы стилей. Это именно тот способ, который я рекомендую использовать. Почему я рекомендую использовать именно этот способ? Все очень просто. Как правило, сайты выполнены в едином стиле. И для того, чтобы не копировать огромные строчки кода CSS, которые могут занимать и по 100 строк, и по 200, и по 300, просто один раз подключаете одной строкой этот код, и ваша страница начинает весить в 300 раз меньше. Ну нет, не в 300, конечно, раз, но на 300 строчек кода она занимает меньше объем, и там на килобайты, опять же, занимает меньше объем. Это очень удобно, во-первых, во-вторых, это выгодно вашему пользователю, у которого возможно очень медленное интернет-соединение. Так, вот в image я вижу, забыл поставить закрывающую скобку, и через пробел закрывающий слэш. Добавьте, если вы не добавили это, но такие ошибки мелкие встречаются, поэтому будьте внимательны. Итак, CSS – это формальный язык описания внешнего вида документа. В основном он был разработан для придания странице больше гибкости, для удобства разработки и для многих аспектов, ну, в частности, для того, чтобы не нагружать код HTML. И, как я и обещал, показываю третий способ подключения наших стилей. Это, опять же, между тегами head мы прописываем вот такую строчку. Пишется ключевое слово link, указывается ему атрибут rel со свойством stylesheet, это запомнить надо. Указывается тип, текст CSS, опять же, href – знакомый нам атрибут из гипертекстовой ссылки. И прописывается путь до стиля. Эту конструкцию, опять же, можете скопировать себе файл и просто подключать ее при необходимости. Запоминать тоже не стоит, но можете запомнить. Так, для стиля я предлагаю создать отдельную папку, так ее назовем style. Это, конечно, обязательно, если у вас всего один файл со стилями, но так принято, можно сказать. Поэтому прописываем style. Ну и так стиль называется styleheetfile. Давайте создадим наш файл стиля. Нажимаем новую страницу, сделаем один отступ для сохранения, открываем папку style. И здесь уже выбираем. Итак, наверняка у вас возник вопрос, к чему же я буду применять стиля? Существует три основных способа выбора нужных нам элементов. Мы можем напрямую прописать наш тег, например, тег body. Например, тег p, a. То есть, это класс, мы к нему будем применять стили. Вот он body, вот он p, вот он a. А мы напрямую к ним можем применять. И это будет говорить, что ко всем тегам, ко всем ссылкам абсолютно на странице, то есть, их может быть много, как вы понимаете, ссылок и абзацев, и ко всем они будут применены. Если мы хотим, например, применить стиль к нескольким тегам p, то есть, вот у нас будет группа тегов, в которой мы хотим применить определенный стиль, а другие из тегов, чтобы это не касалось. Мы можем использовать классы. Класс прописывается так. Ставится точка и пишется произвольное имя класса, которое вы сами придумаете. Например, класс тест. Назовем его. И мы к этому тегу должны прописать этот класс. Так и пишем. Класс равно, и в двойных кавычках прописываем наш класс. Тест. У этого тега будет тот класс, который мы пропишем здесь. Если вам необходимо, например, сделать какой-то специфичный элемент, то есть, стили, которому будут применяться только единожды. Например, в какой-нибудь колонке вашего сайта, допустим, нам только для него нужно создать определенный набор стилей. Это делается через идентификатор. В стилях он прописывается так. Ставится решетка и пишется имя идентификатора. Опять же, можем написать тест. И, допустим, к этому абзацу мы хотим какой-то уникальный стиль применить. Соответственно, пишем ему id, даем равно и пишем тест. То, что мы пропишем вот здесь для идентификатора тест, будет действовать единожды только для этого абзаца. То есть, если я захочу для этого сделать точно такой же стиль, я уже не могу прописать вот так ему idtest. Так будет считаться некорректно. Так нельзя делать, запомните это. Если вы хотите так сделать, то используйте классы. Я думаю, вы уловили суть данной технологии. Давайте уже приступать непосредственно к CSS. Я предлагаю сразу очистить наш документ. Но не в смысле все удалить, а в смысле очистить отступы. Вы можете видеть некие отступы от страницы, вот эти небольшие. Мы их с вами не сдавали, и у вас наверняка возник вопрос, откуда они взялись. Вот такое свойство есть у тега body, что он сам сдает от контейнера html небольшой отступ. Его нам нужно сбросить. Сделать это можно так. Прописываем для тега body. Открываем фигурные скобки. Да, вот запомните, что все стили прописываются внутри вот таких вот фигурных скобок. И пишем два свойства. Merging 0 и padding 0. Merging задает внешний отступ для блока, а padding задает внутренний отступ для блока. Наверняка вам сейчас непонятно, что такое внешний отступ, что такое внутренний. Страница html представляет из себя набор блоков отдельных. Поэтому я уже упоминал про блочную модель. Так вот, сейчас я вам про нее расскажу. Внутри идет контент блока, то есть его содержимое. Ту часть, которую мы видим визуально. Текст, например, или изображение, ну что угодно. Дальше идет внутренний отступ. Тот самый padding, который мы с вами прописали 0 для контейнера body. Да, body это такой же блок, как и p, как и a, как и image. И как html. Множество блоков вложено в другое множество блоков, грубо говоря. Дальше идет рамка, которую тоже можно задавать тегом border. То есть вот это расстояние, это padding. Вот эта рамка, она тоже может иметь свою толщину, хоть 100 пикселей. Ограничений нет. И уже идет внешний отступ до других элементов. То есть вот здесь уже идет margin и идет, грубо говоря, контакт с другими элементами. Из-за этого иногда возникает конфликт полей. Но об этом я скажу в другом уроке. Что такое конфликт полей и как его можно решить. Вот так состоит абсолютно любой блок на странице. Это основной конструкторный элемент, как лего. Но помимо блочных элементов существуют также инлайновые элементы, встраиваемые. Их не так много, но они иногда используются. И поэтому необходимо уяснить одно различие между блокченами и инлайнами. Для инлайнового элемента мы не можем задавать border. Ну разве что можно попробовать задать margin и padding. То не факт, что это сработает. Некоторые браузеры могут это образить некорректно. Хотя некоторые могут взять на себя смелость, пытаться понять, что же хотел от них разработчик. В чем особенности инлайновых и блочных элементов? Внутрь блочного элемента мы можем помещать другие блоки. То есть внутрь HTML мы помещаем блок body. В блок body мы помещаем блок P и так далее. А также внутри блоков может размещаться и инлайновые элементы. Но внутри инлайновых не может размещаться другой инлайновый элемент. Инлайновый элемент я напишу как in. И там второй инлайновый, inline2. Так делать нельзя. Только внутри блока мы можем поместить инлайновый элемент. Или внутри него может содержаться какой-то текст. То есть суть уяснили. Итак, мы сбрасываем отступы от тега body внутренние и внешние. От HTML по иерархии. И также от внутренних элементов. От контента, который мы видим. И смотрим, что у нас получилось. Обновляем. И как видите, вот эти отступы пропали. Для начала я покажу вам, как сделать фиксированную ширину блока. То есть на самом деле нам может казаться, что блок ограничен шириной нашего контента. Но это не так. Блок всегда простирается до самого края страницы. То есть до сюда. Вы думаете, что блок заканчивается здесь, где заканчивается картинка. Но нет. Он продолжается до этого края. И этот элемент продолжается до этого края. А не только вот этой частью ограничивается. И это надо запомнить раз и навсегда. Мы можем ограничить эти блоки искусственно. По ширине и по высоте. Сейчас я покажу, как это сделать для ширины. Например, мы хотим выровнять нашу таблицу по центру. И сделать для нее ширину, равную, например, ширине нашей картинки. Для этого нам нужно посмотреть, какова же ширина, собственно, картинки. Итак, она 803 пикселя. По ширине. Открываем наш код. И для нашего тега table прописываем. Вид 803 пикселя. Хочу сразу обратить внимание одно. Задавать ширину, высоту, отступы, да и другие параметры, связанные с размерами. Можно не только в пикселях. Можно в условных единицах, в процентах и во много чем еще. Но в основном мы в этом курсе будем пользоваться пикселями и процентами. Да, и если мы задаем параметр 0, то писать единицу измерения не обязательно. То есть оно 0% и 0 пикселей, это и так понятно. Это сокращает очень код, очень часто. Сохраняем и смотрим, что у нас получилось. Как мы видим, наша таблица стала 803 пикселя и выровнялась по центру. Так, я предлагаю еще в этом уроке сделать наш заголовок розовыми. Точнее все заголовки сделать розовыми. Вы же будете не одну статью добавлять, а несколько. Как это сделать? Все наши заголовки мы заключили в теге h1. Мы можем для него тоже прописать соответственно стили. То есть он представляет из себя блок. Так и пишем. h1. Открываем фигурные скобки. И внутри прописываем цвет. Color. И сейчас давайте узнаем цвет нашего текста. Для этого можно воспользоваться программкой Pixie 2.0. Можете найти в интернете, в поисковике, вот эту фразу. Она бесплатная, маленькая и очень удобная. Тем, что показывает кодировку цвета в хекс, в html, в rgb, смуг и hcv форматах. Нам нужно идти в html. Так, давайте вот наведем на цвет и смотрим. EC008C. Ставим решетку EC008C. И вот сразу хочется обратить внимание. Цвета задаются 16-ти личного формата html. И начинается символ номера. То есть shift 2 на английской раскладке клавиатуре. И еще один момент. То, что все новые теги, ну точнее все новые свойства должны оканчиваться точкой запятой. Хоть мы и пишем на новой строке новые свойства, я могу написать их в ряд. И соответственно браузер нужно как-то различать, где у нас закончился старый стиль и где начинается новый. И вот эта точка запятой сложит разделителем. Сохраняем и проверяем. Все, отлично, наши заголовки стали розовыми. Ну что ж, на этом урок я думаю можно заканчивать. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем уроке.